Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. По вопросу об обеспечении завершения разработки документов терапланирования в Тернейском муниципальном районе проведены следующие мероприятия. По Тернейскому муниципальному району после получения положительного результата согласования проекта схемы терапланированного администрации края, документы направлены в медиагентрирование развития и размещение на сайте министерства. По Пластмурскому городскому поселению завтра состоятся защиты проекта, указанных документов и по получению положительного результата также направлены в медиагентрирование развития. По Тернейскому муниципальному поселению много было замечаний, разногласий с проектной организацией. Сейчас они все внутри сильнее, и я думаю, до конца ноября эти документы все равно будут в администрации края на согласование. По поселениям района на сегодняшний день, я думаю, с утра закончен третий этап, то есть документы сейчас в этом периоде собираем, и мы согласуем на районе, предоставлено согласование в крае. Вопросы возникли по софинансированию двух поселениях. Ну, деньги не нашли, и мы еще не перечислили, и остальные деньги все уже перечислены на сроке. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, схема территориального аплодирования Касанского муниципального района разработана прямым гражданным проектом. Документы сейчас направлены в Министерство регионального развития. Потом у нас был запрос в отсутствие материала ВТН, ВОЧС. Документы были повторно направлены. Оплачено с бюджета Касанского муниципального района 7,86 м. Слоянское городское поселение, генеральный план Слоянского городского поселения разработан, прошел согласование и утвержден в 2011 году. Правила землепользовательной застройки также разработаны и утверждены в 2012 году. За счет средств Слоянского городского поселения оплачено 4,550,000 и 600,000 рублей за правила землепользования и застройки. Приморское городское поселение разработан планом Приморгородского проекта. На сегодняшний день согласование с администрацией Касанского муниципального района и, я думаю, до конца ноября они пройдут это согласование и документы будут отправлены в исполнительную власть Приморского края. Правила землепользования и застройки не разрабатываются. Оплата произведена городским, Приморским городским поселением 658,000. В 2013 году ожидается софинансирование из краевого бюджета в размере 2,143,000 рублей. Посетское городское поселение Генеральный план разработан Приморгородского проекта. Отправлено в Министерство регионального развития в течение трех месяцев. Замечаний не поступило. Утвержден в июле месяце 2013 года. Правила землепользования и застройки разработаны и будут утверждены до 1 января 2014 года. Так, софинансирования по посетку из краевого бюджета не было. Зарубинское городское поселение Генплан городского поселения разработан. Находится на согласованиях исполнительной власти Приморского края. Правила землепользования и застройки не разрабатывались. Срок утверждения там у нас до 1 января 2014 года. Но в этом вопросе будем разбираться. Финансирование и средств краевого бюджета 950 тысяч поступило на сегодняшний день. Безгреховское сельское поселение планово разработан Примор-граждан проектом направлено на согласование Министерства регионального развития. Правила землепользования и застройки не разработаны. Но сроком у нас до 1 января 2014 года. Я думаю, что мы все это приведем в порядок и все доделаем. Барабашкое сельское поселение. Генеральный план разработан. После согласования находимся на согласовании в органах исполнительной власти Приморского края. Правила землепользования и застройки не разрабатываются. Но у нас также срок до 1 июня 2014 года. Оплату за разработку пент-плана за счет барабашского сельского поселения 1 миллион 330 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета 1 миллион 170 тысяч рублей. В 2013 году ожидается зафинансирование из краевого бюджета еще 4 миллиона рублей. Краскинское городское поселение. Генеральный план поселения разработан. Я уже слышал в докладе компания «Ферта Диалог», которая не очень-то хорошо справляется со своими обязанностями. Правила землепользования разработаны по одному муниципальному контракту с Генпланом. Срок утверждения 1 января 2014 года. Красанское городское поселение. Разработан прямой граждан проектом в настоящее время на согласование органов-исполнителей власти Приморского края правила землепользования разработаны по одному муниципальному контракту с Генпланом до 1 января 2014 года будут переждены. Ожидаемое софинансирование из краевого бюджета в 2012 году 2 миллиона 13 тысяч рублей. 376 тысяч рублей. Доклад окончен. Прочитаю. Присаживайтесь. Передавайте, что они делаем. Суждения и вопросы. Проблемы, вопросы. Продолжение следует. 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 району 0 поэтому я хотел обратить внимание может и правда пусть прокуратура кривые власти пока у нас там совсем все плохо хорошо спасибо спасибо есть замечания суждений предложение я еще раз повторюсь я не хочу обучать краски они на самом деле ситуация серьезная поверьте мне что те муниципальные образования поселения которые не выполнены наркоз а вообще есть время июне 14 года но это быстро июне но это быстро побежит срок а остальные 31 декабря у нас любит та черта о которой сказал и основном че-то стены значит упрекнуть нам я уже укрывалась все речи потому что на всех этапах мне предоставляли и методическую и руководящую помощь и финансовую сейчас это не сделано это лично вашей теперь начнем заключение о чем сказать дело только что писал распоряжение касающиеся создания комиссии по мониторингу реализации законов федерального и краевого соответственно предоставление земли каждому имеющих трех детей и нового нашего закона предоставление земли когда мы с первого числа свободы скупать действие граждану еще двух детей и молодым силам хочу сказать что в комиссию будет включен помимо раздавит александровича остынка заместитель уважаемый речь баланка человек который отвечает за сработку закона еще коллеги администрации лист и кроме этого будет включен заместитель покрова кроме москва края значит комиссия будет начать работу немедленно имеется по определенному графику что она будет спрашивать насколько руководство образования соответствующие готова реализации закона начать и есть продукт по реактивнее начать у меня поступает достаточно уважал пока что от семей имеющих трех и более детей это норма как я уже сказал федерального закона начиналась на территории края исправнился в ядем муниципальных образований злого им плохо я вчера администрация я буду очень активно вмешиваться в процесс полномочий муниципалитет безусловно будем вам помогать в части методической еще раз повторюсь соответствующими деньгами для разработки для нежелания в ряде случаев для тех планирований для строительных каких-то планов и для коммуникации но при этом будем так же жестко требовать исполнение этих двух законов и прокурор, заместитель прокурора он там же будет в этом нам всем помогать значит Олег, я хочу еще раз обратить внимание законы должны исполняться особенно это касается той категории для нас чрезвычайно важно обеспечение нормальной демографической ситуации пока она у нас, вы знаете, смертность превышает рождение небольшую сумму на тысячу человек, но тем не менее, по 12-му году и, конечно, нам важны вопросы, связанные с миграцией которая должна у нас стать положительной, неотрицательной тоже цифра не большая, отрицательная, но тем не менее, минус 2 тысячи 12-му году поэтому все те меры, о которых я сказал, они ровно на эти задачи направлены поэтому мы все должны активно включиться всем большое спасибо